в общем приступим создаем геометрический контейнер в котором мы будем работать здесь сделаем грит вертикальный и делаем два скаттера один скаттер у нас будут сорсовые наши точки и другой будет базовый на котором мы будем хранить наши нормали и direction так ну сорсовых точек у нас будет для начала штук 10 допустим так базовых точек у нас будет побольше ну пусть для начала будет 1010 для наглядности нам не надо релаксить вот и здесь прежде чем мы скаттерим заведем атрибут нормали на поинтах чтобы она передалась на скаттер смотрим наши нормали так ну хотя это не имеет большого значения куда направлены наш грит но все-таки лучше вот так так смотрим что наши нормали направлены в отрицательную сторону по z мы лучше их реверснем чтобы они у нас как положено вот дальше нам понадобится отрибут dir вот я его собственно уже завел это визуалайзер для него это у нас будет векторный атрибут вот чтобы нам его посчитать нам нужно узнать как бы направление до ближайшей сорсовой точке наши из каждой точке на вот этой нам на поверхности вот пользоваться мы будем в ранглом и с помощью поинт клауда так скажем base dir вот с помощью поинт клауда посчитаем наше направление так мы говорим что наш хэнгл будет равен c open с первого входа по атрибуту p по нашему атрибуту p в радиусе радиус нам нужна на самом деле всего одна точка самая ближайшая вот радиус пусть будет какой-нибудь для начала 3 вот и говорим что вектор pp равен pc фильтр из нашего хэндла мы читаем атрибут p вот вот теперь собственно на само как бы наше направление это будет векторный атрибут dir и он будет равен нормализованному значению из разницы вот как бы мы отнимаем от пол нашего текущего положения положение сорсовой точки и мы как бы получим такие радиальные направления направленные от сорсовой точки во все стороны в каждой ячейке вот сделали смотрим что у нас получилось вот мы видим что у нас получился такой вороной сделаем чуть поболее точек чтобы четче видеть картинку вот теперь мы имеем как бы базу для выращивания наших наших узоров вот единственное что у нас получились четкие радиальные направления это не очень круто надо их немножечко будет нам покрутить вот для этого мы создадим pointwop он называется у нас noisedir вот и мы будем как бы наше значение текущее значение атрибута dir мы должны будем повернуть на какой-то угол относительно нормали вот для этого мы байндом забираем наш текущий dir вот и кроме того так мы воспользуемся стандартной нодой rotate у нее вот сразу же здесь уже заведена единичная матрица четырехзначная вот мы здесь можем ну как бы подать саму матрицу но это смысла большого не имеет потому что нам нужна единичная и мы можем задать угол в радианах вот и задать ось вокруг которой мы будем вращать наш вектор осью послужит нормаль вот вот а в угол мы подадим параметр так ну для удобства я скажу я скажу что так с помощью нода dectorat сделаем параметр angle чтобы вводить ну все-таки ну лично мне по крайней мере привычнее размышлять об углах в градусах чтобы не производить лишних вычислений мы отдадим это гудине вот мы имеем значит наш угол на который мы вращаем и чтобы получить само вращение нужно просто как бы наш текущий вектор умножить на получившуюся матрицу мы говорим multiply vector direction на матрицу и bind экспортом отдаем это все обратно пишем тот же самый наш bind так он у нас векторный векторный атрибут dir вот смотрим что у нас получилось так и скажем вот мы видим что мы можем вращать ну в данном случае сейчас пока получается просто как бы по спирали это не совсем то что нам надо хотя как бы и так конечно можно вот нам нужен noise для этого вот этот угол так мы создадим антиалайзный noise в амплитуду мы подадим наш угол и ну отсюда так нам нужно еще позиция то тут вот global parameters нам нужна позиция нашей точки текущей ну и какие то параметры на и за выкинем наверх вот смотрим что сейчас мы сделаем наш угол ну какой нибудь там даже допустим 360 градусов то мы получаем вот такую кудрявую структуру которой мы можем рулить вот ну 360 я думаю многовато будет ну пусть будет ну пусть будет ну пусть будет градусов 180 допустим какой нибудь да нет пусть он будет помягче поплавнее ну как то допустим так так это у нас будет наш point cloud говорим здесь pc так а наши исходные точки сорсовые мы будем подавать на первый вход солвера скажем вот ну собственно как создаем наш субсолвер ну и вот дальше как бы надо подумать как мы будем растить я как бы здесь делал так можно естественно запускать сразу все точки но это не очень интересно можно делать по группам то есть допустим у нас есть вот как бы наши сорсовые точки мы делаем какой-то куб анимируем этот куб и те точки которые попадают внутрь они начинают расти вот ну как бы мне кажется тоже не очень интересно подход особенно когда у нас много сорсовых точек мы будем видеть как вот эту четкую границу роста вот намного интереснее когда у нас допустим рост начинается только с каких-то крайних там с отдельных точек вот и в каждом кадре мы проверяем на всех стартовых базовых наших сорсовых точках мы мы меряем расстояние до ближайшей геометрии и если в какой-то радиус определенный как бы попадает уже выросшая геометрия то мы значит запускаем рост в новый то есть как бы получается что наша структура будет воспроизводить запускать рост уже как бы сама независимо от наших каких-то действий вот для этого вот здесь в сорсе заведем вот такой вот в рангл скажем пусть он будет называться init здесь мы будем писать какие-то атрибуты которые мы будем использовать в процессе вот сейчас нам нужен атрибут вот винтовый атрибут base который будет равен единице в начале вот и в салвере мы создаем еще один врангл в котором мы говорим так нам нужно бластнуть все точки у которых как раз атрибут base равен единице чтобы наши стартовые точки не сэмплили сами себя здесь мы тоже говорим что мы работаем только с точками у которых base равен единице чтобы не просчитывать эту процедуру на всей нашей геометрии вот назовем это дело старт или старт вот и здесь точно так же как в предыдущем как в предыдущем мы сэмплим ближайшую точку и смотрим как он на ком расстояние она находится мы говорим так что handle равен тому же самому собственно ч handle radius и на единственная точка вот радиус какой-то он должен быть наверное достаточно небольшой но пусть будет допустим 0.5 для начала вот и мы говорим что если если мы в этом радиусе вообще как бы получили какую-то точку то мы пишем еще один наш атрибут так что старт будет равняться единице так вернее наверное не совсем так нам нужно не фильтровать значение а мы здесь скажем по-другому есть такая функция pc citerate 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 которая если как бы мы находим какую-то точку то она получается как бы в цикле каждый раз возвращает как бы инкремент если мы не находим никакой точки то она возвращает ноль соответственно наш ив не сработает вот ну чтобы не создавать как бы этот атрибут здесь ну и чтобы иметь какой-то больший контроль мы все-таки будем здесь вынете записывать что наши точки старт равен нулю а допустим так посмотрим какие у нас номера тут есть ну ну будем расти из одной из нулевой точки к примеру здесь создадим еще один врангл временный такое мы скажем что точка ноль в точке ноль у нас атрибут старт будет равен единицы так ну да все верно у нас либо стартовая точка уже есть изначально да какая то которая зашла в solver либо дальше мы уже проверяем ближайшее расстояние если расстояние меньше порогового значения в данном случае у нас 05 то мы запускаем назначаем ставим старт в единицу вот ну и теперь собственно сама процедура как бы построение нашей основы для наших кристаллах создаем еще один врангл так на первый вход мы подадим саму нашу геометрию здесь мы скажем что мы выбираем точке у которых значение атрибута старт равняется единице также нам понадобится наш point cloud так point cloud у нас если не ошибаюсь в первом входе до 50000 точек заводим на второй вход ну и собственно начнем писать нашу функцию так сначала нам нужно как бы определиться с тем какое количество лучей мы создаем по сути нам нужно как бы создать цикл который максимальным своим значением будет ну как бы будет будет проходиться шесть раз вот вот и внутри этого цикла мы выбираем строим мы луч или нет вот поэтому мы создаем интовую переменную допустим называется increment инк и в начале она равна нулю и открываем наш цикл будем пользоваться циклом вайл вот и мы говорим что пока до тех пор пока инкремент меньше шести мы собственно делаем наши какие-то процедуры ну а дальше чтобы нам принять решение о том строимся мы или нет нам нужно получить какое-то вот рандомное значение от не уникальное как бы для текущей точки в текущей итерации вот мы говорим что если рандом вот от такой конструкции по тону номер текущей точки плюс инкремент меньше ну допустим там пусть у нас будет 50 на 50 либо есть либо нет минус 0 5 вообще это как бы наверное можно вывести в параметр в какой-то ну давайте вот лучше в параметры сделаем channel скажем variation вот если меньше меньше нашего variation то мы наращиваем наш инкремент и выходим ну в смысле как бы выходим из текущей итерации цикла ничего не больше не делаем назовем continue вот если же она все-таки больше то дальше нам нужно как бы принять принять решение о том куда мы будем расти чтобы делать как бы повороты да наши углы поворота нам понадобится как бы как раз само значение угла на который мы поворачиваемся это будет 60 градусов умноженное на значение нашего инкремента ну то есть в самом минимальном случае это будет 0 когда инкремент равен 0 то есть мы никуда не поворачиваемся и 360 если он равен 6 вот соответственно заводим переменную angle которая будет равняться ну так же я сделаю в радианах 60 умножить на инкремент вот так же нам понадобится наша ось вокруг которой мы будем крутиться ну тут на самом деле все то же самое как я в вопе делал вектор axis axis это у нас атрибут нормали вот и создаем матрицу в которой мы будем писаться matrix rotation matrix по умолчанию это матрица 4 на 4 вот ну и вексис удобная такая функция называется ident она заполняет нашу матрицу как бы единичными значениями вот и собственно нам необходимо так вот я вспомнил у нас же для того чтобы нам как бы какой-то вектор вращать нам нужно его на старте иметь сейчас сейчас у нас вектор дирекшена есть только у ну как бы у нашего point point клауда у наших сортовых точек этого атрибута нет так поэтому я это дело пока сохраню закрою мы пойдем наверх и сделаем здесь наш атрибут сделаем мы его сделаем мы его совсем просто как-нибудь от рептрансфера вот вот отсюда так нам нужен дир но он и так он я смотрю по умолчанию наш дир зацепил паймтовый атрибут они у нас нормализованные нормализованные же ну-ка спрайтшит ну похоже на то ну если что мы дополнительно сделаем это внутри вот ну то есть он как бы там же у нас все равно неравномерно у нас есть какое-то количество точек вокруг этой точки но не очень равномерно нет все таки возьму-ка я и сделаю здесь вы нити скажу что наш дир равен самому же себе ну нормализованно ну собственно мы видим что ничего не изменилось так вот точки же не неравномерно неоднородно распределены там ну и какие-то ближе какие-то дальше поэтому от рептрансфер получается все-таки выбирает какое-то усредненное значение на базе ближайших точек вот теперь у нас есть дир ай-яй-яй-яй-яй я закрыл без без сохранения ну ладно напишем еще раз так так ну и вот пришли к тому на чем мы остановились и собственно функция rotate абсолютно аналогичная воповской первым аргументом мы подаем нашу матрицу вторым аргументом мы подаем наш угол третьим аргументом мы подаем нашу ось вот теперь у нас есть вектор который мы будем вращать ну собственно наше наше направление в которое мы будем в текущей итерации расти скажем что вектор дир также его и назовем равен атрибуту векторному дир умноженному на нашу матрицу вот теперь в каждом кадре как бы мы наращиваем угол направления на 60 градусов так теперь чтобы построить новую точку нам нужно получить значение как бы ее позиции вот сохраним его в переменную step ну и она будет равна как бы нашей текущей позиции к ней мы прибавляем наш вектор дирекшн обработанный и который будет умножен на значение параметра с аналогичным названием step ну собственно как то как то пока так accept так вот мы а не radiance а radiance ага все ошибок больше не имеем нажимаем волшебную кнопку вот ну variance я также поставлю 0.5 пока ну и значение шага у нас будет допустим для начала для начала 0.1 еще один такой момент нам не нужно расти как бы направлениях на краях ну если как бы точка находится на краю нашего гряда ну вот вот допустим как бы вот эта точка она не должна будет расти в обратном направлении вот для этого я сделаю баундовую такую геометрию ограничивающим так мы сделаем bounding box по нашему гриду не годится хотя хотя нет годится в принципе делаем oriented bounding box вот теперь если мы будем крутить наш bounding box поворачивается вместе с нашей плоскостью так вот и в bounding box нам нужен только один полигон так тоже надо обезопаситься в зависимости от вращений номера наших полигонов могут перескакивать я скажу так мы померим померим площадь сделаем трибут промоут нашей ри с примитивов в detail в режиме так в режиме максимум допустим допустим сделаем в рангу примитивный скажем что так 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 не совсем так отсюда то есть мы получается сейчас будем сравнивать площадь текущего примитива с максимальной площадью если она меньше то мы будем примитив удалять так мы скажем что и ри меньше чем детейловый атрибут из первого входа который тоже называется вере там какой-то еще у них дурацкий третий параметр я помню был надо указать все утра нулю то мы говорим remove прим прошу прощения так вот remove прим по прим ну вот так а а чего не нравится а да приму в приму надо еще указать удалять точки или нет конечно же удалять вот здесь у нас было 6 примитивов здесь у нас осталось два примитива вот из них уже мы можем просто бласкнуть примите все примитивы кроме нулевого примитив нонселета вот теперь мы имеем плоскость которая всегда ориентирована по нашей плоскости так ее нам нужно будет экструдить только не так так поле экструд говорим что мы делаем бэк и ну пусть будет не знаю 0.5 так а вот здесь перед экструдом я бы подвинул пик так ну и на расстояние как бы получается в половину нашего будущего экструдом будет 0.025 вот экструдимся мы в обратном направлении 0.025 на 0.5 ну я бы наверное даже сделал все таки побольше пусть будет 0.5 здесь единица так ну и с помощью групп нам не нужны вот эти наши фронтальные нам нужно только боковые наши поэтому мы все кроме здесь скажем сайт эти группы нам не нужны вот с помощью еще одного бласта удалим а ну это же у нас простая группа нам select так смотрим куда у нас там нормали направлены внутрь вот и здесь делаем еще один пик какой-нибудь какой-нибудь там минус 0.1 что у нас был небольшой зазор небольшое расстояние для нашего трейса 15 так это будет штука у нас называться баланс вот заводим и третий во второй вход вернее так и здесь мы ее принимаем тоже так же вот сюда так ну и делаем интерсект то есть как раз первый раз будем пускать луч чтобы проанализировать попадаем ну как бы на краю мы находимся или нет так ну и собственно ищем наш bounding объект с помощью функции интерсект если как бы пущены в текущем направлении луч пересечется с нашим bounding объектом то мы соответственно расти не будем вот для этого мы будем использовать функцию интерсект функция требует себе на вход два параметра которые на самом деле нам совершенно не нужны вот она в них будет возвращать будет писать в них значение это по-моему номер примитива с которым мы пересеклись и параметрические координаты точки точки на примитиве вот мы говорим что int ray равен интерсект 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 вот так так извините так на второй вход мы должны указать положение точки из которой из которой как бы опускаем луч но из текущей точки мы не можем это делать прямо из координаты п потому что нам ну как бы мы можем в некоторых случаях получить пересечение с сами с собой а хотя можем в данном в данном случае что нам мешает мы же интерсект им сет они с собой все верно так из нашей точки в направлении дир пускаем луч и здесь нужно указать как раз этих два атрибута номер примитива и вишки вот все получили ничего не ругается получили наш луч ну и здесь соответственно мы говорим что да если луч не нашел пересечение то он вернет минус единицу ну и соответственно мы говорим что если рей равен минус 1 так уже неудобно а если рей равен минус 1 то мы как бы начинаем наши действия дальнейшие так и с помощью point клауда как и ранее мы будем с наших получается с нашего облака точек забирать наши ключевые два атрибута нормальный direction только теперь из первого входа так из первого входа атрибут п так в качестве радиуса у нас будет выступать так только у нас здесь не п а мы должны прочитать point cloud из точки которая как бы у нас еще не создана в координатах где которые записаны у нас в степ вот радиус заведем параметр с радиусом сэмплинга нашего ну и точно так же нам нужна одна единственная точка наиболее близкая вот здесь вот из так получается мы должны по этому хэндлу из ближайшей к нашему к нашему топку к нашей новой точке которые мы сделав шаг создадим в этом пространстве ближайшие с ближайшей точки мы читаем также пцфильтром значение наших атрибутов нам нужен векторный атрибут аксис его назовем он у нас называется так пцфильтр ну ну норм и direction так вот мы прочитали наши атрибуты дальше для оптимизации можно закрыть наш point cloud пц пц handle вот собственно на данном этапе так сохраним на всякий случай наш код так смотрим что у нас там не так ну конечно один аксис а второй у нас дир так это у нас не просто дир а это будет пусть называется endir и аксис у нас тоже не годится пусть у нас будет m аксис так ну и собственно а теперь нам нужно создать новый примитив мы говорим что int прим равняется это прим типа поле line вот и создаем две новые точки мы конечно могли бы коннектить новые линии все каждая от стартовой точки да но нам нужны ну как бы в дальнейшем сами вот эти вот стартовые точки тоже понадобятся чтобы из нее не было ни одно ну ни одно единственное да направление а чтобы каждый раз у каждого нового примитива как бы в этой точке был свой дирекшн поэтому я создаю также нулевую точку просто дублирую как бы ту которая у нас уже есть int pt нулевая равняется функция point нулевой вход в текущем положении p вот вторую точку его мы поставим в степ int pt1 равняется point 0 step так так теперь вновь созданные точки нужно добавить в примитив с помощью функции add vertex вертекс вертекс указываем вход нулевой мы говорим в какой примитив мы добавляем точки и номер точки и добавляем нулевую и добавляем pt1 после чего так здесь так где у нас начался if у нас еще один if так только это мы все делаем внутри нашего if а так только это мы все делаем вот и на выходе после нашего цикла мы наращиваем инкремент так и как бы если у нас это все произошло да то есть мы выполнили операцию то есть если мы не растем то мы не растем ну короче чтобы нам не повторять без конца на одной на одной и той же точке одну и ту же операцию как бы ну может же быть так что мы будем просто совпадающие примитивы растить постоянно мы говорим что наши атрибуты base и start равны нулю то есть мы больше эту точку в наших расчетах не учитываем start ну так почему я здесь add trip сказал так add 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 ну ну как водится так я тут поковырялся как водится проблема была спрятана и совсем незаметно ну во первых я вот здесь вот у меня тогда я пробел нечаянно поставил я его убрал во вторых у меня здесь в некоторых местах когда мы берем атрибут вот читаем с точки вот здесь вот в поле групп нам нужно директивно обязательно указать что у нас точка я это везде не сделал сейчас я поставил и кроме того здесь мы читали только один атрибут dir но нам нужно также также еще атрибут нормаль вот я это все поправил и вот теперь мы смотрим что из нашей стартовой точки мы получили первые три отрезка вот если мы наш variance увеличиваем то есть если он равен нулю то у нас будет всегда ну в данном случае 6 не получается потому что у нас здесь bounding объект мешает вот а если бы у нас была какая-нибудь вот эта точка то у нас бы здесь получилось 6 лучей вот когда мы variance увеличиваем мы ну как бы получаем какие-то вот такие результаты так как у нас сейчас точка одна то при увеличении variance до значений там 0.5 допустим да как я изначально собирался у нас у нас точка не вырастает прямо совсем вот это наверное не очень хорошо я на самом деле просто пойду и укажу какую-нибудь другую номер точки ну как бы мы видим что края у нас отрабатывает возьмем все таки какую-нибудь центральную возьмем допустим точку номер 3 чтобы она гарантированно у нас стала расти вот и вот здесь вот сейчас наглядно будет видно variance 0 у нас 6 лучей начинаем крутить у нас получается ну вплоть до нуля ну вот нам нужен 0.5 во-первых во-вторых я бы здесь наверное еще вот сюда бы добавил какой-то сид чтобы нам смещать значение вот ну и в данном случае нас как раз не устраивает то есть если мы сейчас дальше будем расти наши лучи пойдут вниз упрутся в край здесь и как бы мы не получим запуска роста других точек вот поэтому смотрим ну допустим допустим пусть будет вот так пока вот теперь нам нужно завести на наших концевых точках новый атрибут по типу старта который будет как бы в следующем врангле мы будем как бы по этому атрибуту выбирать нужную нам точку и продолжать рост вот для этого вынет вот здесь я впишу еще один атрибут назовем его end и скажем что он здесь у нас при инициализации равен нулю так а здесь мы в этот атрибут запишем значение значение равное единице так скажем setpoint attribute 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 и значение 1 так только тут еще надо точку указать vt1 вот кроме того мы запишем наши атрибуты атрибут нормаль так он у нас вот здесь лежит в axis и end и end и и и и и вот так проверим так direction записался так кстати вот стартовой точке нам это тоже все нужно насчет нормали конечно не уверен что хотя нет наверное запишем все для для всех точек так скажем здесь t0 только здесь мы пишем в pt0 мы пишем просто dir ага да вот и проверяем записались ли у нас нормали а ну вот все видим нормали обновились наши все в порядке так теперь так эту штуку мы назовем base так теперь нам нужна какая-то процедура которая будет собственно выращивать наши ветки мы создаем новый врангл пойнтовый в нем нам также понадобится оба нашего блока точек отсюда надо их наверное что понять не было обозвать чтобы не путаться скажем здесь здесь bound вот эту штуку мы назовем base growth и выполнять мы ее будем на точках attribute end в которых равен единице не забываем ставить группу под номером point вот ну и собственно начнем вот здесь прежде чем мы начнем строить точки нам нужно будет запустить проверить пересечение во-первых с уже выросшей геометрией ну и так же здесь нам точно так же нужно учитывать bounding box чтобы не выходить за рамки нашего гряда мы так же создаем ненужные атрибуты номер примитива с которым мы пересекаемся ювишки вот и значит самопересечением будем писать в self-ray in self-ray будет равно in intersect да кстати я не не заострил внимание то что тоже я там немножко переделывал в предыдущем интерсекте все таки из самой точки из самой себя луч пускать нельзя потому что она ну как бы вот как я говорил может произойти самопересечение вот поэтому нужен нужно создавать некоторый bias единственное вот у меня немножко я не понимаю эту систему если я ставлю какой-то очень маленький bias почему-то у меня часто как раз срабатывает самопересечение вот поэтому я его ставлю ну как бы оптимальное какое-то значение одиннадцать тысячных где-то где-то что-то такое вот поэтому мы говорим здесь позиция точки плюс наш атрибут direction у нас нормализованный мы его умножаем на как раз ну одиннадцать тысячных вот опытным путем подобранное число вот направление нам нужно ну как бы нормализованное наше направление умножить на максимальную дистанцию то есть какая какая будет длина этого вектора на такой длины будет наш луч как бы чем он короче тем лучше в данном случае вот я здесь заведу параметр max distance и наши ненужные переменные вот это мы сделали само пересечение и то же самое делаем в отношении бомбинь бокс так здесь говорим что баунс баундрей вот так никаких ошибок нету все хорошо теперь мы соответственно создаем условие что мы говорим что если если салф 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 рей равен минус единицы то есть мы не нашли не наткнулись ни на какие препятствия кроме того баундрей тоже равен минус единицы только в этом случае мы начинаем запускаем наш рост вот хотя вот кстати немножко наверное дурь зачем я каждый раз в point cloud забираю нормально надо записывать просто текущую она же у нас одна когда мы работаем в плоскости вот я просто когда прототипировал эту штуку я пытался ну как бы старался все таки делать для кривой для криволинейной поверхности потом ну как бы из-за геморроя решил эту затею упростить вот такие вещи некоторые у меня остались вот поэтому мы не будем где у нас axis нам не нужен и соответственно в здесь пишем нормаль нашу изначально вот такая небольшая оптимизация ну и здесь соответственно тоже мы открываем handle так нам нужен point cloud это первый вход тоже зададим параметр радиуса просто рад вот ну и так же нам нужна одна единственная точка самая ближняя так здесь вот ошибку получим все нормально вот и пацифильтром считаем так нам нужен атрибут direction оттуда скажем вектор ldir равен пацифильтру из handler атрибут атрибут дир там все получили ничего не ругается у нас смотрим что нам нужно делать дальше как бы от этого point клауда нам больше не нужно ничего мы его закрываем на pc close handle вот здесь еще по идее можно было бы перед фильтром поставить какое-то условие ну хотя не 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 обязательно у нас вот такой плотный облако точек что мы в любом случае должны получить наше значение вот дальше как бы у нас такая такая ситуация делаем все то же самое создаем примитив атрибут поле line создаем два поинта так только здесь мы создаем не два поинта создаем только один час я объясню почему ну мы мы не будем нам не нужны как бы как в каждом отрезке новые атрибуты нам нужны примитивы такими как ветками цельными поэтому мы только создаем новую точку а предыдущую мы возьмем точку текущую так соответственно int т1 равняется point в позиции степ вот и добавляем наши вертекс вертекс нулевой вход примитив прим точка по тону первое не не 4 загнался сразу точка пт 1 и все мы добавляем одну точку примитив так укроем посмотрим ну вот где оно там опять цепь так смотрим что у нас там получилось нет все время все верно как бы точка наша создалась мы это видим единственное что у нас неправильно задан примитив нам не нужно создавать новый примитив нам нужно получить значение примитива номер примитива к которому принадлежит текущая точка вот для этого есть функция так если не ошибаюсь так если не ошибаюсь point прим все таки point point примс она возвращает нам массив примитивов из номеров примитива к которым может принадлежать эта точка нам в данном случае массив не нужен нам нужно значение самого первого ну единственного она не может ну как в нашем случае точка не может принадлежать к нескольким примитивам так вот я вижу какую-то ошибку ну конечно нет так смотрим наша функция выглядит на самом деле вообще должно должно отработать должно отработать а ну это просто не обновилась в динамическом контексте такое бывает вот мы видим что у нас создался вернее как бы осталось осталось как и было всего три примитива да но создались новые точки вот теперь ну наша система естественно работает только в первом кадре пока чтобы эта штука воспроизводилась в каждом кадре нам необходимо записать атрибут ну во-первых убрать атрибут end с текущей точки потому что он повторяет процедуру без конца вот мы говорим в конце цикла end равняется нулю так а здесь в новую точку мы как как и в предыдущем разе можно даже просто взять эти строчки отсюда скопировать так где у нас pt1 вот эту штуку вот эту штуку еще вот так говорим здесь говорим end единица так смотрим вот у нас вот добавились direction так вот здесь вот я ошибся уберем не из па из степа вот вот видим что наш следующий direction немножко повернулся хорошо так проверяем вот смотрим наши наша геометрия начинает расти растет 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 и сейчас у нас будет некая неприятность когда мы доходим до ячейки до конца ячейки там у нас получается что из разных ячейк вот эти вот direction они соприкасаются ну там вот как бы у нас получается что они точки рядом они направлены то в одну то в другую сторону получаем вот такую вот ерунду зигзаги вот чтобы этого избежать нам нужно контролировать направление direction и контролировать ну как бы контролировать угол направление нового если направление отклоняется от какого-то там максимального значения угла то соответственно мы либо заканчиваем рост примитива ну либо на самом деле как бы я буду просто запускать альтернативный сценарий роста в котором мы будем считывать угол как бы вот этот дельту смещения направления относительно как бы текущего направления относительно предыдущего то есть вот этот угол смещения и буду его наращивать просто то есть как вот с каким последним углом построился наш примитив достроилась последняя точка это направление будет сохраняться ну и как бы наши рост будет продолжаться и он будет может быть как-то где-то прямо идти где-то он будет закругляться вот закругляться и втыкаться сам в себя вот собственно как-то так так чтобы нам вычислить этот угол мы воспользуемся dot product говорим что если скалярное произведение между текущим ну дирекшеном в текущей точке и новым дирекшеном который мы считали из пунклауда будет больше так dot product возвращает нам значение от минус идиницы до плюс единицы соответственно если у нас два вектора абсолютно совпадают ну как бы dot product двух одинаковых векторов даст нам единицу если dot если как бы два вектора направленные четко в разные стороны да то есть это они как бы на одной линии находятся ну в разные стороны но он даст нам минус единицу соответственно нам нужен какой-то такой угол который будет где-нибудь верхних границах то есть нам нужен острый такой угол направленный вперед спот соответственно так я лучше сделаю здесь тоже он должен быть больше канала ну какой-нибудь параметр дот пришел что-нибудь в этом духе вот но если он больше то и таком именно в этом случае мы делаем все наши дальнейшие процедуры видим что уже сейчас там что-то изменилось так и смотрим ну как бы по опыту моему неплохие значения где-нибудь что духе 08 даже может быть 09 08 пусть пока останется вот мы видим что наши линии дошли до границ как бы своей ячейки и остановились так чтобы было более наглядно я наверное все таки здесь уберу эту группу пусть растет пока на всех так ну вот ячейка закончилась и линии наши прекратили расти теперь нам нужен альтернативный вариант развития событий мы говорим что в противном случае else мы открываем новый блок так в котором мы сейчас будем вычислять значение нашей дельты смещение угла для того чтобы нам это посчитать нам нужно найти предыдущую точку смотрим вот как то так у нас располагаются наши точки так говорим int при fpt поменяется ну как бы найти ее легко мы посчитаем есть функция такая нейбор которая возвращает по индексу наших соседей вот но так как у нас у конечной точки сосед только один поэтому мы здесь просто скажем что нейбор от потенома и сосед с нулевым индекс вот мы получили нашу соседнюю точку и нам нужно узнать дирекшн который у нее был во время вектора ридер с помощью point экспресси на point 0 атрибут дир и источки при fpt вот теперь нам нужно вычислить угол который есть между этими двумя векторами между текущим и предыдущим для этого мы воспользуемся также тот продуктом тот продукт возвращает нам косинус угла есть функция арк косинус которая этот угол позволяет нам извлечь вот я говорю вот флот англ косинус вот продукта между атрибутом дир и преф дир как то так далее ну соответственно угол мы получили axis у нас есть нам нужна матрица обычным способом так здесь я нигде не заводил же матрицу нет мы говорим матрица рот равняется идент так единичная матрица ну и крутим вектор на этот угол так и по оси вокруг нормали поворачиваем вот мы получили матрицу теперь мы говорим что так эндир мы можем переписать просто в этой ситуации у нас так же его наверху рассчитали да так эндир равняется эндир умноженный на матрицу трансформации так вот получили новое направление также можем посчитать степ степ но мы его просто снова пересчитаем говорим что степ правиль а а а теперь стир умноженный так не только не не а эндир умноженный чонн степ так никаких point cloud здесь нам читать уже не нужно потому что теперь у нас будет значение поворота константное все время мы просто каждый раз будем вычислять эту дельту этот угол и в каждой итерации будем просто как вот константный угол прибавлять соответственно мы просто копируем вот эту штуку для того чтобы наш процесс роста воспроизводился нам здесь точно также нужно все вот эти вот атрибуты раскопировать вот тут мы видим что у нас образуется уже вот такой блок одинаковый два раза вот чтобы таких повторяющихся блоков у нас не было мы будем будем создавать как для таких вещей вот здесь вот в начале функции теперь мы видим что все наши ветки вырастают как бы по максимуму насколько это для них возможно и упираются сами в себя единственное что вот мы видим здесь не слабые такие у нас получаются углы завороты и это как бы одна проблема другая проблема то что вот у нас здесь получилась такая ступенька это просто вот это вот условие ну как когда мы уже как бы прекратили рост внутри нашей ячейки пошли наружу в какой-то начали закручиваться и в какой-то момент вот это вот условие совпало вот то есть по хорошему надо добавить какой-то еще новый атрибут который будет говорить о том что вот этот блок мы автоматически отметаем то есть как бы мы один раз из ячейки выросли и больше как бы не возвращаемся может быть конечно это и не такая большая проблема да вот эти ступеньки здесь она ну так более-менее еще выглядит но у меня были какие-то ситуации когда они давали много и каких-то некрасивых таких скачков вот поэтому папа 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 что-то кажется мы подвисли секунду опасная ситуация чуть чуть не отвалилась гуденька ну так вот я все-таки предпочту сделать такой триггер и дальше уже расти в константном направлении вот еще один такой тоже нюанс вот такие вот слишком слишком сильно закрученные вот такие крючки они нам наверное не нужны и по-хорошему по-хорошему бы сделать какой-то максимально максимальное значение угла на которой мы поворачиваемся чтобы контролировать как как бы как-то эту ситуацию вот для этого я заведу такую переменную max angle мы говорим что если наш angle больше чем максимум ну просто его как бы здесь и присвоим пока пока пусть будет так по простому так ну и собственно вот здесь у нас угол в радианах у меня все-таки такая неудобно мне считать хотя в данном случае пока пока мы оставим ставим так ну и пусть будет какой-нибудь угол там максимальный даже там на самом деле довольно маленький он должен быть будет какой-то вот такой 0 1 смотрим так ну попал ситуация чуть не очень сильно изменилась него там какие-то еще меньшие значения опять попробуем ну вообще вот что-то меняется меняется участка как раз видно залома вот эти вот ступеньки дурацкие а вот теперь будем решать проблему наших режимов вот нам нужен нужны будут примитивные атрибуты так примите в англ здесь скажем и нет поинт нет прим вот собственно назовем как-нибудь атрибут инцейл например и по умолчанию он равен равен будет единиц хотя нет хотя нет нам лучше делать out out цел да пусть он будет равняться нулю и по умолчанию когда у нас создается новый примитив у нас же здесь вообще нет примитивов в начале вот когда у нас будет создаваться новый примитив кстати несмотря на то что примитивов в начале у нас нету если мы в спрятшит зайдем сюда атрибут то у нас как бы создается нужно вот и он потом нужно будет в него писать соответственно здесь мы говорим не просто else а else так все верно если наш dot product меньше порогового значения а также скажем прим давайте ка мы вот эту вот штуку вынесем наверх вот и у этого примитива нашего примитива прим мы спросим атрибут как я его там назвал out out sale атрибута прим примитива прим так вот и если он равен нулю то мы делаем первый блок а если мы первым хотя бы хотя бы один раз прошли как бы вот этот блок я вот здесь в конце сделаю с от приматриб и в наш примитив так out так скопирую ка это дело чтобы не запутаться так вот сюда мы запишем значение значение единицу так ну по идее сейчас мы не должны вырастать за пределы вернее мы не должны возвращаться к старой модели да вот мы видим что все наших скачков больше нету мы получаем такие длинные дуги вот единственное все таки вот радиально в радианах углы мне мешают жить ну как то я не математик все таки они меня немножко парят вот поэтому мы наш max angle и вообще наш англ допустим я здесь заведу переменную парм англ в которой я возьму радианы из вот этого нашего атрибута да в принципе даже переменную туда не надо заводить ой так по-моему так ведь где-то они абсолютно прямые идут они везде у нас идут абсолютно прямые потому что у нас максимальный угол теперь в градусах какой-то чудовищно маленький вот ну как бы я так опытным путем подбирал там 3 3 5 градусов в принципе неплохо ну 3 градуса это что-то похожее на 5 5 сотых радиан вот ну и осталось нам по идее сформировать как раз вот эту вот функцию чтобы не делать повторяющийся кусок здесь здесь вот кстати тоже можно чтобы не повторять это действие без конца сделать проверочку что если у нас вот это условие верну да если мы еще ни разу не выставляли его то мы делаем а во всех остальных случаях у нас и так этот примитив уже со значением out sell равными единиц так здесь все в общем то неплохо ну запишем нашу функцию скажем так функция у нас не будет в возвращать никаких значений это будет void назовем ее base growth так что она у нас там на вход берет так смотрим вот наш блок так нам нужен степ нам нужен нам нужен bt1 так говорим bt1 вектор так только вот здесь вот у нас надо ставить точку с запятой вектор степ вот этот атрибут мы прочитать изнутри не сможем поэтому мы говорим normal здесь и нам нужен эндир эндир так все же правильные кусок вытащил эта штука нам здесь не нужна совершенно странно что он мне ошибку не выдавал на это потому что мы перезаписываем переназначаем переменную а ну да он ругается уже на мою функцию multiple declarations variable pt здесь вот это надо убрать вместо норма здесь нормально если написать normal так еще у нас есть прим нужен все дыбал вроде проверяем ничего не сломалось ничего не сломалось вот ну и собственно эту функцию мы пойдем добавлять так здесь вместо вот этого блока сразу точно она у нас должна сработать так скобки на данном случае сейчас не нужны вернее нам нужен только прим здесь мы создаем новую так ну и соответственно говорим прим степ говорим нормально первое наше заражение работает нормально ну соответственно пойдем заменим второе тут то я не понимаю а ну вот все хорошо правильно его пытался удалить так берем это выражение и сюда его копируем это 3 заменяем вот этот блок прим степ проверяем все работает мы немножко сократили наш код оптимизировали дальнейшем будут еще некоторые оптимизации когда добавится новый функционал вот еще я бы ограничил ну как бы сделал не одинаковой длину наших кусков сейчас они у нас растут до тех пор пока куда-нибудь не укрутся да вот они плохо было бы сделать сделать какую-то рандомизацию в этом отношении чтобы какие-то были короче какие-то были длиннее потому что вот если посмотреть на референс далеко ли он у меня там так вот он то у нас ну вот в этом случае конечно не совсем очевидно даже вот взять на вот этот кусок или вот этот где-то они остаются у них остается какое-то расстояние вот часто эти вещи заполняются каким-то сплошным таким узором такой как бы кашей с кристаллов между ними вот ну и чтобы получить более разнообразный более интересный рисунок будем задавать максимальную длину ну для начала нам нужен атрибут даже не атрибут параметр maxlen который будет рассчитываться еще индивидуально для каждого примитива во первых чтобы этот maxlen нам получить вообще нам нужно его измерить с помощью ноды measure в каждом шаге мерить длину всех наших примитивов только я вот здесь вот имя поменяю на len более удобное вот а в инете наверху вот здесь мы создадим флотовый атрибут целлен и по умолчанию тоже поставим его в ноль вот соответственно здесь по такому же принципу как у нас как мы с аутсейлом поступали вот здесь повыше я создам новый небольшой кусочек кода так ну во первых нам нужно прочитать для текущую длину примитива она нам так и так понадобится мы говорим лен примитиве прим дальше нам нам нужен целлен а вот вот смотрим все больше не ругается вот и получается когда мы только первый раз сюда зашли в этот блок кода у нас целлен равен нулю и мы здесь открываем так же как здесь мы можем в принципе даже вот этот вот кусок перенести туда так скажем что if так если он равен нулю то то мы соответственно пишем во первых в текущей итерации мы говорим что целлен наш равен текущей длине и записываем это дело в атрибут скажем set primatrip атрибут целлен и вот это собственное значение вот этот блок кода тогда нам не нужен по идее а здесь мы скажем вместо а то где 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 вместо out цел целлен прим так вот я забыл сказать что мы пишем вот в примитив прим все все равно что ли нет вот все все наладилось проверяем что у нас ничего не сломалось вот смотрим что у нас с атрибутами целлен смотрим что он постепенно появляется и не меняется то есть он записывается у нас всего один раз на каждом для каждого примитива так теперь нам нужно задать максимальное значение длины вот сделаем мы это где-нибудь вот здесь скажем что вот max лим равен ну и так как у нас это должен быть рандом для каждого отдельного примитива да нам нужно считать в эту переменную не отдельный вот этот дополнительный отросток а нам нужно знать как бы максимально максимальную длину всего примитива поэтому поэтому мы скажем фит 0,1 фитить мы будем значение рандома из нашего текущего примитива ну плюс как обычно сит какой-то вот вот и фитить мы будем минимальное значение у нас пусть будет целлен вот максимальная целлен плюс как раз вот значение нашего параметра max len который я еще не создавал да да у нас есть max angle max dist а max len еще нету так чину max len все починилось сбросим так вот и здесь соответственно мы добавим условие что вот эту вот всю историю мы делаем только в том случае если текущая длина примитива len меньше max len да вот проверяем сейчас по идее они должны закончиться в ячейках да вот теперь мы обновим наши спеер параметры и поставим max len какое-нибудь число двоечку допустим и сравниваемся смотрим кто-то растет кто-то не растет ну ну можно подлиннее сделать вот хорошо крутанем сид наш сравним что получается так ну вот сейчас вижу что у нас уже только один остановился ну как тут дальше уже метод подбора единственное что для большей рандомизации даже не рандомизации а для большего контроля над ситуацией можно здесь вот еще наш рандом в какую-то степень возвести чтобы у нас меньше ну больше или наоборот меньше примитивы дорастали до максимального значения вот значение степени мы скажем какой-нибудь len exp вот ну и допустим в квадрат его возьмем смотрим ну вот мы видим что кто-то дорастает пусти до конца уже более очевидная ситуация кто-то останавливается заранее ну на этом я предлагаю первую часть урока закончить вот завтра я постараюсь дописать остальное всем спасибо всего доброго всего доброго